Задушил соседей теплом. Предприимчивый горожанин, получив доступ к отопительной системе многоквартирного дома, стал произвольно регулировать температуру воздуха у соседей. И это несмотря на то, что за окнами и так лето. На помощь отправился городской дозор. Лето нынче не жарко, но и не сказать, что холодно. Тем не менее, к возмущению жителей, в этом подъезде в июне вовсю греют батареи. По словам местных, тепло включает сосед с первого этажа. Он работает в управляющей компании и, когда замерзает, пользуется служебным положением. Мы делаем ремонт в квартире. Окна нельзя открывать, потому что обои у нас отклеятся сразу. Ну вот так, очень душно, ночью спать, тем более в положении, мне некомфортно. Да и вообще, это же нельзя отопление летом включать. Такой же дискомфорт испытывают и другие жильцы. Люди в толк взять не могут. Зачем батареи включают летом? Если тепло, зачем паровой не надо? Жаловаться на саму просто замерзающего соседа бесполезно, говорит Дарья. Как у работника ЖКХ, в управляющей компании у него все свои. Я однократно звонила диспетчеру, вызывали бригаду, бригада приезжала, посмотрели, зашли, посмотрели, батареи горячие, да, и все, они с ним поговорили, ну потому что они там все вместе работают, с ним поговорили и все, сели и уехали, так отопление они не отключили. В управляющей компании сообщили, что только сегодня получили заявку о самовольном подключении отопления. Его тут же перекрыли. Но обвинения в адрес своего работника не принимают. Считают, это бездоказательно. У нас ключи от подвалов у каждого жителя на первом этаже. То есть туда могут заходить люди, там же еще есть и имущество, которое хранят, там у них есть такие коморочки, могут свободно заходить, ничего. Мы не можем людям совсем запретить туда заходить. Тем не менее, если подобное повторится, коммунальщики обещают принять меры. Однако мы рекомендуем жителям, не дожидаясь следующего незаконного включения отопления, обратиться с жалобой в прокуратуру. Видимо, только вмешательство надзорного ведомства позволит ограничить доступ к запорному вентилю в подвале. Юрий Шумков, Алексей Богданов, Городской дозор.